Конкурс среди анапских детских садов проводится не первый год, и популярность его растет, судя по росту количества участников. Четыре года назад тематических утренников на конкурс представляли только шесть детских садов. В этом году уже более двадцати. И выражаем вам огромную благодарность за тот труд, который вы проделали в плане предупреждения пожаров, последствий от них, именно вот начиная с такого маленького возраста, как наши маленькие дети. Здесь трехлетнего возраста дети уже получают вот такие определенные знания, которые закрепляются с каждым годом, если вы не остановитесь и будете проводить такие мероприятия, даже если конкурс наш перестанет существовать. Наградили победителей и участников сразу двух конкурсов – Краевого служба спасения 01 и городского конкурса «Огонь опасная игра». Положением было определено восемь номинаций – рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество, макеты, литературные произведения, поэзия и проза. В финальном этапе представлено более ста работ и 22 сценария тематических утренников с видео и фотоматериалами. Каждый детский сад представил самые различные творческие работы. Рисунки на противопожарную тематику, фотоработы и композиции. Выделить три лучшие работы – задача сложная, поэтому первых, вторых и третьих мест – несколько. Коллективы шести детских садов заняли третье место, десять – вторые места, а победителями стали коллективы детских садов номер 3, 5, 12, 14 и 18. Представителям этих коллективов вручили грамоты и огнетушители, предоставленные фирмой «Пожзащита-А». Некоторые работы были отправлены на краевой конкурс, и там ановчане вошли в тройку победителей. Первое место в краевом конкурсе заняла воспитанница первой художественной школы, третье место взял Центр развития НИКа. Тридцать и... Тридцать и...